Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Недовольство вышло на новый уровень. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин поручил разобраться с ростом тарифов на ЖКХ. Удачно порыбачили. История любви, которая случилась благодаря телеканалу «Толк». Суд допустил таки опального Сергея Черепанова на выборы главы Алтайского района. Напомним, в декабре прошлого года Черепанов подал исковое заявление, где пытался оспорить решение конкурсной комиссии, которая не допустила его до голосования за кандидатов на пост главы муниципалитета. Политический скандал разгорелся в селе Алтайское на сессии районного собрания, где должны были выбирать нового главу. Но конкурсная комиссия из местных депутатов и делегатов Алтайского края не допустила до голосования действующего главу Сергея Черепанова. Причина была сомнительной. Якобы в будущем у Черепанова могут быть проблемы с получением допуска к гостайне. Половина депутатов Алтайского района тогда покинула зал заседания в поддержку Черепанова, а он в свою очередь обратился в суд. В результате 13 февраля Алтайский районный суд удовлетворил иск Черепанова. Если постановление вступит в силу, конкурсная процедура по отбору нового главы должна состояться. В Барнауле продолжается суд над мужчиной, который заступился за женщину. Напомним, барнаулиц Евгений Амеличкин увидел, как судебные приставы арестовывают машину его соседки, вмешался в ситуацию и теперь один из приставов утверждает, что Евгений его оскорбил и унизил, тем самым вызвав нравственные страдания. На очередном судебном заседании выступили двое свидетелей со стороны обвинения. Подробности далее. Заступился, получил уголовную статью. В такую ситуацию попал барнаулиц Евгений Амеличкин. Прошлым летом мужчина увидел, что приставы арестовывают машину соседки. Решил заступиться и выяснить, кем являются приехавшие сотрудники. Пристав удостоверения не показал и теперь утверждает, что в ходе общения с обвиняемым его оскорбляли и на душе стало тяжело. На очередном заседании двое свидетелей со стороны обвинения пролили свет на тяжесть в душе. Сколько я помню, потерпевший вытащил сигарету из рота подсудимого. Ну и тогда уже начались непосредственно в адрес потерпевшего высказывать оскорбительные слова. То есть полностью оскорблял как личность, как сотрудника, находящегося в форме представителей исполнительной власти. Вы слова конкретные не слышали или слышали? Не слышал. Слышали, да? Какие именно не помните? Нет, к сожалению, просто время уже пошло. Сейчас потерпевший требует выплатить ему моральный ущерб в размере 20 тысяч рублей. До этого он утверждал, что после случившегося плохо себя чувствовал и даже отпуск его был испорчен. Второй свидетель вторил первому. Нецензурная брань была, но мы не помним какая. Нецензурную брань саму-то слышали? Нет. Саму нецензурную брань не слышали. Ну, а выражения какими-то он говорил по поводу формы, это слышали? Ну, несколько выражений слышала, но какие именно, я уже не помню. Это было давно. А почему думаете, что это было вот именно нецензурная брань? Ну, может быть, это было просто там козел, там, ну, не знаю. Ну, в отношении формы так не скажешь. Он именно унижал внешний вид сотрудника и форма, да, что она в ненадлежащем состоянии, по его мнению. Стоит отметить, что у женщины, у которой изымали машину, с каждой зарплаты удерживали долг 50%. Просрочных не было, и она никуда не скрывалась. На вопрос от подсудимого, сдачем арестовывать машину, если все выплачивается без долгов. Ответ был таким. В мотивации дела. То, что у должника удерживаются 50%, нас, как бы, закон не останавливает. Мы имеем право применить к должнику меры принудительного исполнения в виде наложения ареста на имущество, которое не является вещью первой необходимости, чтобы простимулировать должника к скорейшей оплате за должности. Уже в следующий вторник состоится очередное заседание по делу об унижении и оскорблении пристава. Заслушать предстоит еще двух свидетелей со стороны обвинения. Мы продолжим следить за развитием ситуации еще и потому, что это дело вызывает огромный интерес у наших телезрителей, которые все-таки больше сочувствуют заступившемуся за женщину. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Разобраться с ростом тарифов на ЖКХ должны краевые власти и прокуратура. Такое поручение дал им сегодня заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. Второй день подряд он работает в нашем регионе. Сегодня возложил цветы к памятному камню прокуратуры края и принял участие в коллегии, на которой подвели итоги работы надзорного ведомства в прошлом году. А накануне Демешин вместе с губернатором Виктором Томенко с подарками зашел на чай к ветерану. Подробнее в сюжете. Третий по счету визит Дмитрия Демешина в наш край. Приятная и довольно нетипичная для прокуроров обстановка. Новая квартира, накрытый стол, за которым виновница события. Ветеран труда Нина Потехина. Не-не-не, вы сидите, не надо. Сидите, пожалуйста. Вот, да, мы к губернатору пришли, вас на виски. Пенсионерка из Новоалтайска, вдова ветерана Великой Отечественной и новосел одного из домов города. Ключи от квартиры ей как раз и вручили высокие гости. Замгенпрокурора отметил, что именно на героических поступках таких людей, как Нина Потехина и ее супруг, основаны и подвиги современников. Таких людей, как вы, надо носить на руках. В прямом и опосредованном смысле, это обязанность государству обеспечивать полностью. В прошлом году проблемы с жильем выявили у 15 алтайских ветеранов. Дополнительно на покупку квартир для них из федерального бюджета направили больше 50 миллионов рублей. Елена Макаренко, День с толком. Два новых случая кори выявили в феврале на территории края. В общей сложности с начала года инфекционно-вирусное заболевание лабораторно подтвердили уже у 9 человек. Напомним, первый случай заразного заболевания, которое опасно своими осложнениями, в нашем регионе выявили 13 января. Через несколько дней корь подтвердилась еще у троих. В конце января статистика снова дополнилась. И в общей сложности за прошлый месяц сотрудники Роспотребнадзора насчитали 7 заболевших. Их всех пролечили в условиях стационаров, а те, кто с ними контактировал, медики наблюдали на дому. В феврале список зараженных кори вновь расширился. Два новых случая выявили в Олейске. Последние два случая у нас в начале февраля были зарегистрированы в городе Олейске. Это также прибывшие из соседних регионов и, так скажем, цыганской национальности. Оба заболевших взрослые. Они также уже выписаны из больниц. И очаг заболевания, говорят специалисты, ликвидирован. Добавим, во всех случаях заразу в край завозили из других регионов. Лучший способ защиты от нее, по мнению сотрудников Роспотребнадзора, – прививка. Она положена всем, кто не прививался в детстве, в год и в шесть лет. В Краевой клинической больнице показали новое оборудование, которое ставит на ноги людей, уже даже потерявших способность самостоятельно дышать и глотать. Подробности в нашем сюжете. Мне тяжело-то. Да, более-менее. Сказали, чтобы прямо легко кручу, но надо же чего-то преодолевать. За несколько недель в Краевой клинической больнице Владимир Черкасов достиг больших успехов. У мужчины синдром гиена Баре. Ему на система поражает свои же периферические нервы. В этом отделении радуются даже самостоятельному маршруту до туалетной комнаты. Заново учатся ходить, держать ложку. Сюда поступают пациенты после травмы и операции на костно-мышечной системе. И не только. Некоторые из них не могут даже глотать и дышать. Жизнь сложная и многообразная. Никаких поводов для того, чтобы попадать в больницу у меня не было. Просто началось плавненько все. Сначала маленькие боли, потом все больше и больше. И наконец дошло до того, что я уже не мог вставать. Потом с большой радостью я смог добраться через полтора метра до прикроватного туалета. Помогают восстанавливаться пациентам современные электростимуляторы, тренажеры с биологической обратной связью. Новая техника появилась здесь недавно. На нее выделено порядка 150 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Освоена половина средств. Пока не все удалось приобрести из-за санкций. Но даже то, что уже есть, поможет разгрузить медперсонал и помочь самим пациентам. Мы были недооборудованы. Все оборудование у нас было, грубо говоря, не очень медицинского толка. То есть, если раньше требовалось два человека, мы привлекали родственника, привлекали наших медных маленьких инструкторов ЛФК. В больнице заверяют, что остальное оборудование закупят позже. Сегодня в отделении уже установлено более 30 единиц техники, которая уже поставила на ноги ни одного пациента. Даже то, что сейчас закуплено, это уже даже не на порядок, на 10 порядков. Это более современно то, что было. Добавим, что за год здесь проходят лечения в среднем полторы тысячи человек. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Пополнить баланс транспортной карты одним касанием. В столице края заработало новое мобильное приложение для обслуживания транспортных карт. Разработали его специалисты муниципального предприятия Центра Транс Барнаула. О преимуществах новинки расскажет моя коллега Валентина Аскерова. Приложить транспортную карту, брелок или браслет к своему телефону и мгновенно пополнить баланс. Раньше за этим многие шли в печатные киоски. Сегодня идти никуда не нужно. Вывести баланс в плюс можно в мобильном приложении. Полезную новинку разработали программисты городского предприятия. Мы видим по статистике, что у нас порядка 70% населения все еще ходят и пополняют наши транспортные карты в стационарных объектах пополнения. Поэтому предлагаем им альтернативу обратить внимание на нашу разработку, которая главной целью указанной разработки является удобство и сокращение времени пополнения наших транспортных карт. Данная разработка возможна только для применения на смартфонов, которые работают на платформе Android с поддержкой NFC-технологии. Узнать историю поездок, получить необходимую информацию о расходах и даже самостоятельно сменить тарифный план также можно в мобильном приложении. А скачивать приложение предлагают с сайта Барнаульского центра Транса. Здесь нам необходимо перейти в раздел «Мобильное приложение». Далее будет кнопка «Скачать мобильное приложение». После скачивания вы сможете его установить. Следуем инструкциями, которые представлены на экране телефона. Приложите транспортную карту к NFC. И самое важное – дождитесь завершения операции. Если у пассажиров возникают сложности с приложением, то специалисты муниципального предприятия готовы оказать техническую поддержку. Кстати, в самом Центр Трансе напоминают, что пополнить баланс-карты по-прежнему можно и на сайте организации, а также через Бирбанк и в киосках печати. Валентина Аскерова. День с толком. Мягкие игрушки – самый популярный подарок на 14 февраля среди жителей Алтайского края. Такую статистику приводит один из самых популярных в России маркетплейсов. Спрос на мишек, зайчиков и собачек за последнюю неделю вырос в шесть раз. В большинстве случаев в нашем регионе предпочитают дарить недорогие презенты. На втором месте по популярности идут шоколадные наборы. Если жители хотят потратить на подарок хорошую сумму, то чаще всего выбирают ювелирные изделия – серьги, кольца, подвески, даже украшения для пирсинга. Кроме того, жители края дарят кошельки, платки, шарфы и зонты. Естественно, такой праздник не может обойтись без эротических подарков, например, красивого белья. В Алтайском крае перед праздником на Озон спрос на эту категорию вырос в 12 раз год к году. А также товары категории 18+, спрос на которые вырос почти в 5 раз годовым сравнением. А по информации портала Суперджоп, в этом году подарки на День Святого Валентина преподнесет лишь каждый пятый россиянин. Причем мужчины готовы делать сюрприз своим половинкам на порядок чаще, чем женщины, и вложить на подарок большую сумму. Так мужья готовы купить подарок женам за 4 тысячи рублей, а жены стараются уложиться в 2200 рублей. На самые дорогие подарки по традиции готовы раскошелиться в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшем к нам в Новосибирске подарочный бюджет на День Святого Валентина для любимой меньше 2500 рублей. Ну и в продолжение темы. С течения обстоятельств, счастливый рок или проведение. Благодаря телеканалу Толк год назад образовалась пара, два публичных человека. Ведущая мероприятия и ведущая рубрики «Соня может Соня Сопрыкина» и автор ютуб-канала «Павел Про ТВ». Павел Плотников за год успел влюбиться, пожениться на Соне, а скоро в их семье появится ребенок. В этот праздничный день мы решили узнать секрет их стремительных отношений. Ну давай, ну давай, Паш. Я вообще нетерпеливая. Я не рыбак. Говорила Соня Сопрыкина в прошлом феврале. Для передачи «Толка» блогер Павел Плотников учил ее бурить лунки и вытаскивать рыбу. Соня словила Езя и сердце Павла, за один день покорив мужчину. Не искала я себе мужа. Вот честно скажу, не искала. Она попала полностью. Именно внешне в мой вкус. А потом я уже начал задавать каверзные вопросы какие-то издалека, так скажем. А ты замужем? Каверзные вопросы. Это был уже влог просто. А встреча могла не состояться. Эта съемка была второй. Флешку с видео первой рыбалки случайно стерли. После знакомства Павел начал усиленно ухаживать. Дарил подарки, приезжал за 450 километров и постоянно был на связи. Настойчивость покорила сердце Сони за короткий срок. Недели три. А спустя полгода они поженились. Признаются, что иначе и быть не могло. Оба стремительные, похожи по характеру и совместимы в быту. Никто не разбрасывает носки, не встает рано и оба смеются над ситуациями и собой. Мы два тролля, грубо говоря, которые постоянно ржут друг на другом. И она даже ржет надо мной больше, чем я. Пашка хотел на Мальдивы. Поедем вон ловить рыб. В свадебное путешествие пара отправилась в Томскую область. Там Соня поймала свою первую семикилограммовую щуку. Уже год она любит рыбалку и верит в настоящую любовь. А Павел за это время, признается, стал лучше выглядеть и грамотнее работать на камеру. Жена ведущая дает советы. Но сейчас супруги готовятся к пополнению. Скоро их в семье будет трое. Мне кажется, так и должно быть. Но чего тянуть-то, если понимаешь, что это то, что это? Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...